Привет, сноубордисты! Наконец-то мы вещаем опять из магазина Squat, точнее VR Freeride, это Москва, танцы метро Таганская. Немножко пройдемся про новиночки, то, что у нас появилось за последнее время, ну, может быть, не совсем за последнее время. Возможно, вообще мы не вовремя, в конце зимы снимаем уже, да, уже конец февраля сейчас. Но, однако, все-таки давно мы не снимали именно из магазина, не показывали наличие, что у нас тут есть. Давайте пробежимся по сноубордам. Вот эту доску вы уже видели у нас, это бренд называется Soul, это канадский паренек, ну, как, мужчина, мужчина, который сделал свой собственный сноуборд-бренд. Он на японских досках, так скажем, подсмотрел идеи, но все-таки шейпы сделал свои, и есть весьма интересные доски. Мы эти доски, если вы помните, привозили в Шерегеш тестировать. Они, кстати, в принципе, там зашли людям нормально, было много хороших отзывов, но бренд все равно еще малоизвестный, поэтому мы про него и снимаем. Вот это такая женская доска красивая, интересная, я бы сказал, с шерегешским дизайном. Тут какие-то и курума засыпанные снегом, и елки засыпанные снегом. Девочковая доска, это 142-я, по-моему. Ну, по-моему, у нас они должны были быть и больше размером, да, это 142. Вообще дизайны у досок достаточно интересные, то есть такие какие-то фотографические, вот как это, с мотокроссом доска, 150-я. То есть есть доски на относительно невысоких, небольших, нетяжелых людей. Все в основном рассчитаны на карвинг и на фрирайд. Вот доска Pitch Wing. Похоже, кстати, название Pitch Wing на какую-то модель из японской коллекции. Вот эта доска 152-я, есть такая же, чуть-чуть подлиннее, 157-я. Можно на ней покарвить и в целину выехать. Вот еще, кстати, такая доска более классического дизайна. Кстати, что самое интересное, у этих всех досок есть прогиб кембер, да, а на носу ложка. То есть мы про эту ложку как-то не акцентировали, но она есть. Причем ложка здесь, вот конкретно в этой модели, вот, наверное, вот отсюда. То есть вот это все, нос ложка. То есть вот недавно видели, наверное, обзор, да, на Arbor, и там тоже была доска с огромной ложкой наполнился. Вот здесь она тоже такая же. Вот есть такая доска подлиннее, 169-я. Она, кстати, не жесткая, то есть не сказать, что она прямо на каких-то там суперогромных тяжелых людей. На ней вполне может прокататься человек там весом 75, наверное, килограмм, ну и чуть больше. Тоже такой природный дизайн, какой-то горный козел здесь нарисован. Называется Фукай. В общем, бренд Соул, это новиночка у нас в магазинах. Она присутствует во всех, наверное, магазинах сети. Поэтому приходите, посмотрите. А, еще детский есть Соул. Очень интересная тема, которую поднял в своем блоге Женя Моталыга по поводу directional досок. То есть что вам надо, directional или twin. И вот, например, сам основатель бренда Соул, Корон, он считает, что детей лучше учить тоже на направленной доске. Потому что ребенку тяжело ехать там в другой, не в своей стойке. У маленьких детей вообще, так сказать, с координацией значительно хуже, чем у более взрослых. Поэтому, скорее всего, действительно это так. Ребенку проще научиться ехать одной, одним боком вперед. И поэтому детские доски у Соул Стик, это направленные доски, directional, swallowtail. Я, честно говоря, мало у кого видел вообще какие-то такие фрирайдные доски для детей. То есть вот, например, есть девочковая и мальчиковая доска 105, то есть совсем для малышей. Тут какие-то динозаврики, какие-то девочки. Мультяшные, в общем, дизайны. Это, наверное, очень оригинальная тема для, ну, именно такие directional доски для детей. В общем, бренд Соул, прошу любить и жаловать. А еще у нас появилась пара новых сплитов. Это доски Beer Powder Production от Сереги Теобалды. Я думаю, вы тоже уже встречали его отчеты. Это два сплита. Один новый, вот этот вот Хариус 156 сантиметров. Это уже такой для больших, для больших по весу людей. А вот эта доска, она была у него уже в коллекции. Такой коротыш, широкий. Единственное, что он поменял дизайн, да, стал более строгий скользяк. И верхняя крышка тоже такое фактурное дерево. Сплиты как раз сейчас, наверное, будут актуальны. Весна приближается. Уже раскатаны все курорты. Свежего снега нет. И куда-то за свежим снегом надо ходить. И вот, пожалуйста, сплиты как раз в тему. Кто хочет походить, есть, ну, модель. Вот эта модель у меня 146, очень, конечно, оригинальная. Это короткая, широкая доска. То есть, в принципе, на ней такой человек, как я, там, весом 80 плюс килограммов, вполне может кататься. И будет очень маневренной в лесу, да. Хотя, на самом деле, я, например, лично люблю доски побольше, подлиннее, чтобы они лучше всплывали в целине. И, честно говоря, я бы себе, наверное, выбрал все-таки Хариуса. Ну, или, может быть, вообще какую-нибудь другую доску побольше. И, кстати, хочу сказать, что доски сделаны на фабрике Телос. А Телос мне, например, очень нравится по тому качеству, как они изготавливают свои сноуборды. И, соответственно, эти сноуборды обладают всеми теми же качествами, что и доски Телос. То есть, здесь вот алюминиевая защита и на хвосте, и на носу. Закладные, кстати, тут утоплены под скользяк. Это тоже немаловажно. И вот, например, такая мелочь, про которую очень многие бренды вообще не думают. Вот верхняя крышечка, она завалена, да, то есть вот сточен угол, чтобы, если ты въезжаешь куда-то, или тебе кто-то въезжает в доску, чтобы не скрывалась верхняя крышка. Вот Телос, например, свои доски все обрабатывает настолько, что, ну, то есть они готовы. Если раньше мы руками это делали, да, там, сноубордисты, сейчас я не знаю, кто-то так делает, наверняка нет. Но я часто вижу, что вот скрытые какие-то такие вот от ударов. Поэтому, если вы купили новую доску, и у вас острый угол, не сточенный, то нужно заваливать, прям берете напильник и заваливаете. Это такой совет. Ну, или если у вас нет напильника, отдайте в мастерскую. Сплит такая тоже интересная тема, но уж очень там много всего нужно. Крепление у нас, кстати, вот в данный момент есть крепление Юнион для сплита. Вот пара цветов, синие, черные. Сейчас еще приехало крепление Плюм. У нас вот тут какие-то одни лыжные остались, сноубордические кончились, но скоро должны приехать, прям буквально на днях в магазинах появятся. Давайте еще пройдем, посмотрим вот эту нашу основную красивую стенку, которую мы делали. Здесь японские доски этого сезона. Мосс, ну, пара джентльмстиков, но Мосс прямо в этом сезоне очень красивый. Лакированные доски, сделали они какие-то поярче цвета. Очень красивые. Причем даже в каталоге они не выглядят так, как они выглядят в реальности. Что у нас еще нового? Ну, в Санта-Круз приехал давно доски, и, честно говоря, наверное, вы уже видели их, что тут у нас есть. Ну, давайте, наверное, покажу вам одну. Может быть, две. Это про модель, как вы думаете, кого? Правильно, JP Walker. Про модель доски. Тоже такой минималистичный дизайн, с одной стороны. Такая Yeti. Yeti Screaming Hand. Она достаточно упругая, то есть, в принципе, подойдет для таких продолжающих и уже опытных райдеров. Ну, вы сами понимаете, да, JP Walker сейчас уже такой парень-то в возрасте, но он, однако, все равно и джибит, и чуть-чуть подпрыгивает. То есть, в общем-то, такая достаточно прощающая доска. И еще один его доска, его сокомандника, это Jordan Small. Тоже про модель. Такая вот вообще черная, минималистичная доска. Доски все, ну, она пожестче, прям реально жестче, чем у JP Walker, хотя вот Ростовка 152 намного жестче, чем 154 вот эта у JP Walker доска. Отличие, кстати, от основной коллекции вот именно вот этой модели Jordan Small. Это Directional Twin, это точнее Twin Directional, да, у него закладные чуть-чуть смещены назад с таким учетом, что на этой доске можно будет не только врываться в парк, но и где-то там очень быстро на ходах пронячаться по трассам, ну и в Powder тоже выехать, потому что чуть-чуть смещение назад есть. Но это все кемберы, кемберы. У Санта-Круза вообще все прогибы – это кемберы, классические кемберы, без всяких ложек. Да, сейчас есть такая полемика, что на таких досках тяжело кататься начинающим, но не знаю, не знаю, мы все когда-то начинали, других прогибов не было вообще, и вполне себе хорошо катаемся. Ну, кстати, ложка спасает от таких проблем, когда ты катаешься с кембером, и у тебя вот эти уши торчащие врываются, куда-то взрываются в снег, и ты падаешь просто. Но это когда ты не умеешь кататься. Когда умеешь кататься, конечно, не падаешь. Ну, наверное, все, что сейчас хочу сказать про доски, на самом деле тут какой-то значительно больший выбор, чем мы вам показали. Но в любом случае приходите к нам на Таганку, смотрите, выбирайте, ребята вам помогут подобрать что-то. Сейчас уже конец сезона, есть какие-то скидочки, или ищите скидочки у наших райдеров где-то в интернете. Поэтому спасибо за внимание, спасибо, что досмотрели до конца, и всем пока!